Пониже, мне кажется, нужно чуть-чуть прикручить. Да, нормально. Нормально? Светик? Хорошо. То, что я в тени, это не значит... А как он приближается? Самый занятой человек в нашей редакции. Так, Олег Александрович, добрый вечер. Как терминатор сказал, тоже не вариант. Красавчик, молодец. Микрофон работает, ждем нашего гостя. Посмотрим, что позволим, а что это просто... В роль ваша. А, да, конечно. Вот, у вас красиво, аккуратненько такое, а у меня не понятно, что вообще. 5KB, такие все прям гости, самые лучшие досы. Спасибо. Здравствуйте, Олег Александрович. Привет, Андрей. Ну дай, ну дай 5. Это же прекрасно, да. Оператор засмеялся, да. Ну что ж, оператор засмеялся, работа выполнена. Хорошо. Олег Александрович, для чего мы тут сидим? Вы работаете. И все видят, что вы работаете. Хорошо, все видят. Там все три оператора, там один человек готовится к подкасту. Вы работаете. Обычное занятие, вполне себе, да. Вот единственное, что у вас... Мы на журналистке работаем каждый день, Олег Александрович. Человек частенько меня перебивает. В эту камеру, да, смотрите. Вот если я... Первый вопрос. Каковы ваши профессиональные педагогические взгляды? Я, когда сам учился в университете, меня всегда, буквально, по-моему, со второго, с первого курса уже гнали работать. Несмотря на то, что мы как бы формально еще, ну не формально, а, конечно, учились. Поэтому вот, чтобы вы знали, как работает журналист, нужно практиковаться. И поэтому на первом году вы уже пробуете, записываете новости, интервью с педагогами, телесюжеты. А на втором уже делаете собственные программы. И сейчас в треть на третьем мы с вами сформируем большую единую такую редакцию. Там из дистанционной работы, из работы до, во время и после мероприятия. Такая большая, объемная тема. Вот в целом, ну, наверное, если говорить про мои взгляды, то это ярчайшая заточенность на практическую работу. Как проходят процессы, формируются результаты ребят на занятиях? У нас есть большая информационная структура, в которую входит информационный портал, который я создал для ребят, чтобы даже те, кто уговнивает соцсетей, мог бы зайти, собственно, и почитать. Это касается, в большей степени, родителей. Потом у нас есть контакт, инстаграм, телеграм, ютуб. Саунд-клауд, площадки для хостинга, для аудиопрограмм и так далее. Для примера возьмем новостной выпуск на радио. Когда они приходят, мы изучаем структуру, драматургию выпуска радионовостей. И тут же пробуем. Садимся, у нас есть микрофон, у нас есть редактор, много разных профессий. И, соответственно, пишем выпуск радионовостей. Который тут же, через полчаса, там появляется, мы иногда даже быстрее, появляется в группе ВКонтакте, в инстаграме фото и ссылка, в телеграме, собственно, аудиозапись. И, соответственно, вот он процесс. Мы работаем на занятии. Результат виден сразу. Моя цель была сделать так, чтобы все, что вы делаете, сразу же было доступно, видно. Я слушаю ваши подкасты, слушаю подкасты Сони, например, двух Сони, тех операторов, которые сейчас сидят здесь тоже. Слушаю их подкасты, они классные. Вероника сегодня запускает новый свой проект, вот после сразу нашей беседы. Едем дальше и упираемся в тупик, наша конечная станция. Что вы хотите сказать профессиональному обществу? Мне кажется, надо уважать ребят и понимать, что они могут быть разными. Но на своем, на примере своего объединения, конечно, я не хочу зарекаться и говорить за других, на примере своего объединения и всех ребят, которые у меня когда-то где-то либо были, я могу сказать, что вы можете очень многое. Надо давать ребятам шанс созидать. Но это не то, что послание педагогическому сообществу. Это скорее то, что я бы хотел сказать вам, и то, опять же, подтверждение моих тех самых педагогических взглядов. Спасибо, Андрей. Спасибо огромное, Олег Александрович. Спасибо. Хорошая работа. Почти вся. Занятие журналистикой – это очень интересный опыт в моей жизни, и я всем советую когда-нибудь хоть немножко попробовать побыть журналистом. Мне очень сильно нравились занятия именно по радио. Благодаря этому я научилась лучше говорить, у меня более четкая поставленная речь. Я могу чувствовать себя уже взрослой, когда я несу ответственность за свои проекты, когда я делаю свои проекты. Те качества и те навыки, которые получаются в результате обучения, они могут быть применены не только на соответствующие специальности и профессии, но и, в принципе, в жизни в целом. Но в то же время у нас на занятиях с пониманием относятся к тому, что ты еще ребенок, школьник, и поэтому сверхнагрузки какой-то нет. У нас не было каких-то жестких рамок, как в школе, что помогало нам более открыто подходить к делу. На занятиях мне нравится обстановка, в которой мы можем пообсуждать и поразмышлять. Говоря уже словами Владимира Познера, журналистом может быть абсолютно каждый, но хорошим журналистом нужно постараться быть.